Я должен вам пожаловаться. Сегодня по дороге на работу перестал работать один наушник. А для меня это самый важный гаджет, потому что в день минимум по три зума. Поэтому сейчас буду выбирать новое, чтобы их доставили как можно быстрее. Ну, хорошо, хоть не нужно сейчас лазить по разным интернет-магазинам и искать, где же лучше цена. На сайте Hotline.ua шопиться всегда легко и выгодно. Начинать шопинг с Hotline.ua уже стало традицией. Здесь большой ассортимент практически со всех интернет-магазинов Украины. Реальные отзывы покупателей, советы экспертов, возможность сравнивать по цене или популярности. Всего пару кликов и заказ сделан. Благодаря Hotline.ua шопинг становится удобным и выгодным. Не нужно ждать скидок, сравнивать цены намного выгоднее. Hotline.ua – твоя главная смарт-привычка. Всем привет. Сегодняшний гостья – моя личная фаворитка из всех участников проекта «Адская кухня» Яна Беденко. Здравствуйте. Привет, Яна. Как дела? Ничего, хорошо. Меня зовут Яна Беденко, мне 25 лет, я из города Кривый Рег и я девушка огонь. Папа у меня, наверное, хотел сына, поэтому он меня воспитывал такого маленького пацаньянка. Я рибачка, лавчиха, смею розпалювати костри, готовить смачнюшу їжу на цих кострах. У мене виходить найсмачніший борщ в Україні. Це за моєю версією. Смагати з чоловіками – це для мене не в новинку. Мене в детстве дуже сильно мальчики обижали. Почему-то їх не устраивала моя внешность, я повненька на себе чула. Мені папа сказав, соплі підтёрла, давай здачі. Я ж, естественно, начала лупить в цих тих пацанів. Так що, короче, в мене якісь трудності не були на цьому проекте, я знаю, що я зможу все. Ніякий бульдозер мене не проб'є. Давай ми з тобою дуже быстро пройдёмся по Блицу, а потім начнём розговаривати. Хорошо. Будь лідером и нести ответственность за команду или иметь возможность спрятаться за чью-то спину? Нести ответственность. Твоє фирменное блюдо? Це птичье молоко. Подожди, а я думал, чебуреки. Те волшебні чебуреки, которими ты мене кормила в шестій серії. Це ще птичье молоко не пробували. Мені не подобається, що мені ассоціують з чебуреками. Це все, ну, типо, ну да, я їх умею вкусно готовити, але це не саме вкусне, що я можу робити в цей жизни. Так, а где птичье молоко, я не поняла. Птичье молоко? Ну, где оно? Так нигде. Нету. Молодец. Ну, ти поняла, що потрібно исправити проєдну. Естественно. У нього прекрасне чувство юмора. Ну, мне кажется, що він добряк вообще в душе. А у мене нет ощущения того, що він злой в камере, ну, в крані. Ну, ми ж не так це показали. Ну, коли він стоїть і орє на тебе, то тебе кажется, що він именно сейчас тебе розорвє. І, звісно, страшно було. Відиш, а в жизни няшка. Ну, він хороший, він дуже добрий. Сохранить дружбу или добиться карьерного роста, потеряв дружбу? Я не знаю. У меня просто нет друзей, каких-то прям супер близких. У меня лучший друг – это муж і все. Поэтому, ну, а это личная жизнь. Поэтому, да, наверное, карьера. У меня нет близких друзей. Окей, окей, перенимаються. Работать в ресторане в Украине или за границей? В Украине. Чего ти никогда не простиш близкому человеку? Так, прощу я все. Все? Все прощу. Измены, предательства, обман? Ну, так он не предаст. Ну, я просто не… Ну, какая измена? Это так круто, когда человек верит. Ну, какая измена? Какое предательство? Ну, обман? Ну, может, это он меня надурит в какой-то мелочи. Понятно, что я это могу простить, конечно же. В морду дам и прощу. Да, ну, нет. Веришь ли ты в женскую дружбу? Да. Но при этом подруг у тебя нет? Нет. Ну, потому что… А они были? Были. И куда сплыли? Ну, они были просто очень давно. Ты говоришь, я сразу себе представляю, что я беру интервью у пенсионерки, долгожительницы, которая вот отметила 112-й год рождения. Это было так давно. Если тебя пригласят снова сниматься в реалити на ТВ? Нет. Ну, нет, я не пойду. Вот тут надо, наверное, с тобой углубиться в ситуацию, потому что мой самый главный вопрос, он в другом. Я вижу, что в твоей жизни грядут некоторые изменения. Ну, какие? Ну, какие? 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 Готова ли ты? Ну, готова. Ну, да. Что ж, я пришла сюда разговаривать тесно. Готова ли ты поделиться с нами своей радостью? Ну, конечно. Ну, просто что? Я изначально, когда ж писала, я предупреждала. Возможно, у меня будет видно живот, когда я приеду. Я прям думала, что это прям будет уже такое такое уже большое, круглое. А сейчас просто есть ощущение, что я набрала. Немножко поднабрала. Немножко поднабрала. Поэтому мы объясним нашим зрителям, вдруг у них будут вопросы. Яна не поднабрала, она просто сейчас в очень интересном положении и совсем скоро станет счастливой мамой. Да. У меня просто жизнь делится на до встречи с мужем и после, и все. Сколько времени прошло со дня встречи? Почти пять лет. Ты помнишь этот день? Конечно. А как это произошло? Я не очень люблю про знакомство, про наши рассказы. А что в таком, в этом дне, что ты не любишь об этом рассказывать? Это покрыто тайно. Ну, в этом есть что-то сомнительное? Тебе за что-то стыдно? Нет, это просто очень такое сокровенное. Я просто была на тот момент чуть-чуть другим человеком. Другим каким? Ну, такая прям, дервывайка. Ты курила, пила? Естественно. Гуляла? Да нет, господи, боже мой. О, я была другим. Ну, ты так говоришь, вот я себе рисую вообще какую-то урку. Ну, типа да, на пацанки меня можно было отправить. Можно было. И бачу фоточки, там из первого класса. Подружка лучшая. Цей подружкой, ця компания. Вона мне казалась на тот момент намного важнее, чем моя мама. Я работала дуже багато поганых, негативных врачей по отношению до своей семьи. Мамочка, боже, как мне ей жалко. Просто я ей так нервы трепала. Она не знала, да я шатаюсь по ночам. Она садила и ждала, и не спала. И садила на таблетках. И знакомство с мужем изменило тебя? Конечно, конечно, у меня полностью. Ну, и причем я стала тем человеком, и вот сейчас я та, в которой я не хочу себе ничего менять. Ну, я себя люблю, такая, какая я с ним. Он тебя менял или ты менялась сама? Я менялась сама. То есть ты понимала, что если ты хочешь быть с этим человеком, ты должна стать другой? Конечно, конечно. Ну, я понимала, что, ну как, он такой классный, он такой хороший. Ну, я влюбилась, и все, ну вот, любовь, она очень сильная. Когда ты поняла, что ты влюбилась? Сразу? Ну, и сразу. Он мне с первого взгляда, он мне понравился. Он очень смешной, у него очень классное чувство юмора, и я все. Вот это тот человек, с которым я на 100% настоящая, такая, какая есть. Мне не надо быть постоянно, как на проекте, э-гэ-гэй там какой-то. Мне не надо постоянно веселить публику. Вот я такая, естественно, там он может не понимать, что я там, я ж плак со страшной. И вот единственное… По любому поводу. Да, да. Он нам что-то сказал, я расплакалась. И не важно, он что-то хорошее сказал, я расплакалась от радости, или же то плохое, и от грусти. Но при этом я могу тебя поздравить, глядя на твой безымянный палец на правой руке. Спасибо. Я могу тебя поздравить со свадьбой. Спасибо. Когда это было, когда это произошло? В октябре. Вы спешили со свадьбой ввиду твоего интересного положения? Нет, дело в том, что предложение-то он мне сделал два года назад, на мой день рождения. Я так все обрадовалась. Ну да, классно, все. Мы обручены, и все. И как-то, ну мы все время… И нормально все живем. И нормально, мы живем вместе четыре года. А потом мне уже так, я же девочка, мне уже прям приспичила, я уже все говорю. Мы когда уехали в Болгарию, мы там работаем, работаем. Говорят, слушай, вот мы и сейчас и денежку нормальную заработаем, приедем, и уже как раз и свадьбу отграем. То есть мы приезжаем. Это что ты предложила? Да. Ну что-то такого, ну типа это как бы общее обсуждение. Но ты еще не знала о том, что ты ждешь ребенка? Нет, нет, ничего не знала. И мы типа думаем, мы как раз вернемся в середине сентября, подадим заявление, и в середине октября мы распишемся. И все, у нас есть четкий план. И потом оказывается, что я беременна, и ну все, хорошо. Вы хотели свадьбу? Мы хотели и свадьбу, а в смысле свадьбу, такую гэ-гэй свадьбу? Ну да. Нет, не хотели. А зачем делали? Ну потому что мамам надо свадьба. Ну как это? Очень большая семья, огромная, дружная. Ну и там невозможно вот просто позвонить кому-то и сказать, ой, вы знаете, я расписалась, если шо там, пришлите открытку. Нет, конечно. А хорошо, момент его, как ты выглядела? Тебе важно было? Изначально нет. Мейкап, платье, туфли, украшения. Изначально я вообще не хотела никакого платья. Не хотела, ну как-то типа сама что-то накрасилась. Ну что, в джинсы я бы пришла? Нет, ну платьишко какое-то аккуратное, симпатичное платьишко. Даже не обязательно, чтобы оно было белое. Вот у меня было такое представление. А когда уже время подходит ближе к свадьбе, я думаю, это нет. Играть женские гормоны. Хочется мне платьишко, ну да, не пышное, хочется беленькое. Уже говорю, Сереж, я хочу беленькое платьишко. Потом мы там ходили, мы искали. Он вместе со мной выбирал. Я не из суеверных, я с ним советовалась. Какое мне хорошо, какое мне плохо. Невесту в платье перед свадьбой, типа, не должен видеть жених. Ну это я такое слышала, но мне все равно слышала. Я говорю, здрасте. Он же на мне жениться будет, ну как это? Пусть смотрит, в чем я буду красивая, чтобы была. Вы уже ребенка как бы заделали. Вам уже, ну, от этих суеверий все. Ну вообще, типа. Ты довольна как-то выкидываешь. И потом уже такая, так, ну а что ж, у меня стриха будет на голове. Стриха цена. Ну это как сейчас у меня. Кто-то нет, надо, чтобы кто-то прическу. Надо какой-то макияж, и да. В день свадьбы мне надо было встать в 6 утра. И вот это пошла, и сидела. А торт свадебный, я, кстати, никому не доверяла делать, а торт свадебный делала сама. За день до свадьбы я прислала, с 9 утра начала его делать. Закончила его делать в 12 ночи. И утром в 6 утра перед своей прической я еще вставала и доделывала кое-какой декор. И тогда уже я поехала на прическу. У меня этот торт, я проклинала его, но все равно он был очень вкусный. Вкусный был. Но ты осталась довольна, что такой день в твоей жизни был? Да, да. Это было не чересчур, это было самое такое родное, близкое. И, короче, мы всем довольны. Давай тогда шаг назад. Каким образом вы оказались за границей? Мы с тобой разговаривали на бэкстейджа за день до финала. Вот вас оставалась тройка. И ты мне говорила, что ты собираешься идти к шефу на собеседование. И дальше склейка. Мне кто-то говорит, такая, она уже давно работает в Болгарии. И вот тут я что-то ничего не понял. Ну, я с мужем, я с Сережей, мы пошли вместе в ресторан к шефу. Мы с ним общались, я пришла на собеседование, все отлично. Но я же так живу как бы в другом городе, мне надо закончить нам какие-то свои дела. Мне не было столько времени уже дома. И переехать в Киев. И мы возвращаемся домой. У меня нету паспорта, он у меня просрочен. И там очень большие проблемы с прописками. Потому что я вообще прописана в одном городе, паспорт надо получать. И, короче, такая путаница начинается с документами. Я начинаю с этим всем справляться. И мне уже как бы пишут, ну, а что ты, когда уже? Алло, Яна, ну да, сколько можно? А я понимаю, что я не успеваю этого всего сделать. И паспорт у меня. И да, я написала, что пока у меня такой возможности нет. У шефа, кстати, должна была работать на холодном цехе. И я уже думаю, ну, сколько мне можно уже? Я ушла из этого, я проработала там больше двух лет на холодном цехе. Ну, сколько мне можно уже там сидеть? Ну, реально. А следующий шаг в развитии – это позиция с у шефом? Для меня – да. После холодного. Ну, понятно, что шеф-поваром я сразу не стану каким-то суперским. И мне никто не будет звать, кому и надо. У меня еще не настолько много опыта и знаний. Вот. А с у шефом почему нет, конечно. Я считаю, что я на раздаче прекрасно справляюсь. Яна очень сильно переживает. Яна очень сильно старается. И я также готов сказать, что она очень сильно выросла. И как мне подошла сегодня, Яна сказала, я не собираюсь возвращаться в Крылый Рог. Я уже думаю, что я могу потянуть и в Киеве. То есть, понимаешь, человек уже в себе уверен. Это очень классно. Расскажи мне про эту работу. Как она вообще получилась? И что это было? Мы что-то сидели. Сережа тут уже поднадоела его работа. Он повар? Нет, какой повар? Он монтажник-высотник и прекрасно справляется со своей работой. И я, типа, понимаю, у меня нет работы. Ему поднадоела его работа. И мне просто стукнуло в голову. А давай-ка мы с тобой куда-то махнем. Хочу вот на море, побольше на море попыть. Я заполнила анкету, оставила резюме. Там повар такой-то, такой-то, квалифицируюсь на том-то, том-то. А я еще там написала, могу быть с у шефом? Вот так вот написала. Просто хочется, ну как. И мне звонит телефон, и прям болгарский номер мне звонит. И там девочка разговаривает. Здравствуйте, я управляющая. Мы вот прочитали ваше резюме. Еще актуально. Скажу, кем. Ну, су-шеф нам. На су-шеф вы будете? Ну, и рассказала мне про зарплату. Рассказала мне про условия, что вы будете жить в отеле на берегу моря. Бесплатно. Работать су-шефом. Еще деньги получать. Еще деньги за это получать. Говорю, тут такой момент, как бы, можно с мужем приеду? Он, правда, поваром никогда не работал. Но он немножко не понимает, что это. Но он очень быстро учится. В итоге это собеседование заканчивается тем, что вам предлагают работу. Да. Болгария и жизнь, и работа на морском побережье оказались такими же приятными, как ты об этом мечтала? Это оказалось гораздо приятнее, чем я себе представляла. Да ладно. Во-первых, Сережа, он, позиция помощника повара, она улетела буквально там через три дня от нашей работы. Потому что он начал все, он схватывал на лету. Я никогда в жизни не думала, что у него настолько спали эти поварские способности, настолько круто он все начал делать. Ну и мы с ним работали практически наравне. И у меня вот такие глаза, я в восторге. И потом два. Это прекрасный отель, в котором мы жили. Это море. У вас были выходные? Нет. Работаю в одну смену я, и во вторую смену шеф. Смена условно с 8 утра. С 7 до 3. И с 3 до 10. До 10. Ты отдыхала либо в первой половине дня, либо во второй. А так, чтобы полноценно выспаться? Ну вот у нас был момент, когда если кому-то надо выходной, то отработаешь 16 часов. И тогда на следующий день, типа, ну на кухне, короче, ну для меня это привычно 16 часов отработать. Там в Болгарии ты узнаешь о том, что... Да, о том, что я в положении прекрасном. Ну, мы-то хотели. Это не какая-то... Не новость. Это не новость, не спонтанная какая-то там. Вот, да, мы осень хотели и очень долго, очень долго, прям, где-то год. Ну очень долго, я думал, лет 10. Не, ну для меня это просто была вечность. Потому что я очень хотела уже деток, и он очень хотел. Это своевременные истории? Да, и просто... И вот в этот момент, когда вроде... Вот все произошло вовремя, как никогда. То есть я и на проект съездила. И за границей поработала. И за границей поработала. И вот как раз, когда это все приходит к завершению, мы узнаем, что я беременна, и все классно, все очень вовремя. То есть я успела все. И в проекте поучаствовала, и за границей поработала. Замуж вышла, забеременела. У меня все круто, я счастлива. А то, что ты поучаствовала в проекте, сделало тебя немножко счастливее? Ну скажи честно. Ну я не могу, не. Нет? Нет. Вот с этого момента поподробнее. Я объясню тебе. Для меня ты была самым ярким и самым понятным персонажем. И я искренне за тебя переживал. И тот факт, что я видел вас за кулисами, никак не играл роли, потому что я за кулисами с вами как раз и не общался. Я все равно каждого из вас начал узнавать, смотря проект. И я почему-то больше всех тебе верил и больше всех за тебя переживал. Ну вот мне дал проект что? Это опыт. Опыт того, что я научилась. А что должен был дать? Ну, во-первых. Конечно же я хотела выиграть. Я очень расстроилась. Понятное дело, что Юра и Саша, у них больше опыта, больше знаний. Но мне все равно. Мне так хотелось. Не так хотелось. То есть ты прям расстроилась, что ты не выиграла? Потому что многие не понимают. Ну вот мы-то все там в равных условиях были. Просто у кого-то больше знаний, у кого-то меньше знаний. И у девочек у некоторых, у Маши уют, например, там и у Кати Лаврененко, у них больше знаний, чем у меня. Но я туда, я дошла в финал, потому что я пахала, как лошадь. А этого не показывают. Ну люди не понимают, типа, что я там делаю вообще в этом финале. Как я вообще в черный китель попала. И я объяснила, потому что я вот пахарь. Когда мы делали десерты, Аля, жена шефа, она приходила, давала мастер-класс нам по десерту. Он был нереально сложный. И поставили меня и шеф-повара Сережу в одинаковые условия. И когда все пошли из падки, там у всех мало времени, мы спали по два часа, но они пошли спать на эти два часа. Я осталась на кухне, я делала этот десерт сраный, восемь часов, без остановки. И он у меня получился, и я справилась со своей задачей лучше, чем Сережа справился. Скажи, ты считаешь справедливым, что в финале Юра и Саша? Да. Маша, я покидаю проект. Ты что-то хочешь сказать? Спасибо вам хочу сказать. Я очень счастлива шутиловую. И обнять вас хочу. А, ты моя хорошая. Я самая сильная девочка на проекте. Я в тройке финалистик. Я расстроена, потому что я не сделала прям все. Так, как надо. У меня все хорошо. Я молодец. Ну, я не представляю, что там может быть кто-то другой. Прекрасный ответ. Вот если взять всех 20 человек, я никого не могу поставить на их место. Они там, где они должны быть. Они молодцы. То есть, это абсолютно заслуженная двойка. Да. Кто в этой двойке сильнее? Ну, если брать кто сильный, я тоже сильная. Я тоже могу там быть. Ну, просто вот Юра, как по мне, у него больше, больше вот этого всего. Мощи. Мощи, да. То есть, ты хочешь сказать, что именно Юра заслуживает победу? Я не могу сказать. Я заслуживаю победы. Ну, все. Смотри, в нашем выпуске предметки ты мой победитель. В любом случае. Я искренне расстроился. Ну, это очень приятно. И там много кто расстроился. Много очень кого. Ребята из съемочной группы. Они тоже расстроились. Они тоже видели меня. У тебя была поддержка со стороны съемочной группы? Да, огромная, колоссальная. Я их настолько всех полюбила. Я их всех обожала. Всех вообще. А они тебя? И они меня. Ну, то есть, я это чувствовала. Я чувствовала. Как тебя не могли протянуть чуть-чуть дальше? Съемочная группа. Я думаю, что нет. Если бы хотели кого-то протягивать. Ну, короче. Ну, в смысле. Никого, в принципе, не тянули? Были какие-то нюансы, которые тебя, ну, как-то не устраивали или резонировали? Нет, у меня таких нюансов не было. Я понимаю, о чем вы говорите. А ситуация с Громлюком, о которой вот это вот с лифтом, инфроект. Была девочка одним, которая очень много внимания уделяла одному персонажу. Аля была в доверительных и очень в теплых отношениях с Сашей, Громлюком. Да. Это все замечали и пыталась настроить прям отношения на проекте. И параллельно рассказывала... И параллельно сливала конкурсы перед самими конкурсами. А как вы это понимали? Он сам проговорился. У тебя есть свое мнение по этому поводу? Да. Я не знаю. Я не стояла под дверью и не слышала, как Саше кто-то сливает информацию. Я не держала никому свечку. Алю уволили в начальных стадиях меньше, чем половина проекта была. И Аля уволилась. Так что ж дальше? Кто же дальше Саша интересно сливал информацию, что он бедный аж до финала дошел. То есть ты думаешь, что была Аля, не была Аля? Это вообще никак не повлияло на то, что Громлюк в финале. Он там, потому что он молодец. Почему поднимали этот вопрос? Слить Сашу? Я не знаю. Я не знаю. Мне это неинтересно настолько было. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, если бы ты услышала, что кому-то кто-то сливает информацию, ты бы об этом сказала вслуху? Ну так, если бы я конкретно услышала, как кто-то стоит и говорит, а ты знаешь, что завтра будет такой-то, такой-то конкурс, я бы на месте устроила скандал. Я бы не шла бы куда-то там, что-то там. Я бы прямо на месте, вот я услышала, и по факту я бы устроила бы разбирательство. Что за херня вообще происходит? И почему? Давай мне-ка расскажи-ка, что там будет послезавтра. Ну, вот такое бы, наверное, было. А если... Ну, я не знаю, я не думаю, что... Я не могу с тобой не проговорить историю с Антоном. Самые большие ваши страхи на проекте «Адская кухня». Упасть лицом в грязь. Наверное, просто вылететь как-то очень, ну, тупо. Мне страшно, что я проснусь, а рядом лежит Яна. Ты так сильно переживала, ты искренне плакала в кадре. Я просто, когда мне Карина сказала, что вот он такую херню ляпнул, я развернулась, я вышла со съемочной площадки, я пошла в туалете, спряталась, вот так микрофон прикрыла, поревела. И я сижу, и я реву, потому что меня чуть не выехали. Я реву, потому что я там расстроена, обижена. Я вот сижу, и я это проговаривала. Ну, как так? Почему люди такие злые? Я вот так спрашивала. Ну, это будет смотреть мой муж. Ну, ему-то неприятно будет слушать, как такое говорят гадости. Ну, типа, ну как? Это там бабушка моя будет смотреть. Как такое можно было сказать? Почему я должна переживать эти эмоции? Я в какой-то момент, в детстве, в школе я отвыкла от этой жестокости, и я не понимала. Ну, как? Я люблю себя, я себя уважаю, меня уважают, там, мои окружения, они меня любят, оценят. Я классная, но я хорошая. Ты сказала про школу. В школе было что-то похожее? Не, ну, в младших классах, конечно, я же никогда не была там худенькой или какой-то там не рыжей. Я всегда была вот такой вот, какая я есть. И в детстве, конечно, ну дети, они же очень жестокие, и это все, это все длилось до какого-то определенного момента, пока я не стала, вот включилась во мне эта эгэ-гэй, которая была на камере, и все. И я либо отшучивалась, либо там морду била. В детстве у меня было очень... И при этом ты выросла абсолютно добрым человеком. Ну, да, потому что меня воспитывали так. Нет, потому что тебя любили. Да, меня очень любили. Меня любят и любили. И любят до сих пор. Да. Это самое важное. Знаешь, человеку больше всего нужно, чтобы его любить. Он извинялся перед тобой? Ну, прям какого-то прямого извинения не было. Просто у нас был какой-то момент, когда вот я там вообще к нему очень негативно относилась. А потом, я же отходчивый человек. И я понимаю, что как это со стороны может выглядеть. Может кто-то там, кто-то пишет, что я тряпка, потому что там закрыла на это глаза, а кто-то там еще что-то. Ну, это же ваше личное мнение. Думайтесь так дальше. Я же это все отпущу. Ну, я же не могу это все говно в себе держать. Я могу тебе сказать, что так могу делать, только счастливые люди. И вот эти слова, это самое важное подтверждение того, что ты действительно счастлива. И я прям искренне тебе завидую, потому что на такие поступки способны, ну, очень немногие. Пошутить, в любом случае, это не значит думать, что она такая вот плохая и так далее. То есть все знают, что Янка такая, с чебуреками ходит, все вот, веселится. И это сугубо только поэтому было сказано. У вас снимали очень много. Эфир не резиновый. 90 минут это так мало для того, чтобы впихнуть абсолютно все. Есть какие-то нюансы, которые ты считаешь, что очень зря, что они не вошли в эфир? Ну, потому что я считала, что зря, то нет. Просто меня показывают по-другому. показывают, что такая вот, эх, гей, как мне смешно, как мне весело, ой, там лоханулась, то не сделала, ой, беда, беда. Главное, не плакать, все жрали, все жрали, но почему-то кому-то очень забавным показалось, что это делаю именно я. А комментарии негативные есть в твою сторону? Конечно, когда она уже там нажрется, там, сушайте ей рот или накормите уже ребенка. Тебя это задевает? Ну, я не могу сказать, что меня задевают комментарии этих людей. Меня задевают, что это показано так, как будто вот таким ужасным делом, там, подъеданием занималась, только я-то все жрали. Безусловно было вынести этот темп сумасшедший, в котором вы снимали? Вы же практически не спали. Вот в этот момент я как раз поняла, что настолько безграничны человеческие возможности, мои конкретно возможности. Я что узнала, что я могу двое суток не спать и работать, ну, когда вот у нас, да, кто-то рассказывал, по-моему. Съемочная группа пришла, а мы по-прежнему делаем заготовки. И нам говорят, ребята, вы что болели, это перед черными телями было. Валите отсюда, вы что гоните? А мне никто не спал. Никто не спал. И я помню, когда мы стоим, у нас дегустация какая-то идет, и этого не показали, слава Богу. потому что я там, потому что я стою, вот я закрываю глаза, и я вот так назад отшатываюсь, и все стоят, смеются, потому что я просто выключаюсь. Три сутки съемок, и нам еще надо вот этот пати-бас. Танцуйте! Вы же выиграли, веселите. Круче всех заживала. И я же танцевала, да. И потом меня ставят на раздачу, на ужине, на финальном, перед черным днем. И я раздачу отторобанила. В какой-то момент ты перестаешь чувствовать усталость, там боль где-то в ногах, в спине, все. И я думаю так, вот там завтра или меня выгонят, или у меня будет выходной, вот я буду завтра лежать, умирать, и спать, и все остальное. А сегодня вот я должна быть вот такой. и надо улыбаться. Послушав некоторых участников, понимаю, что не все разделяли мое мнение о тебе. то есть мне всегда казалось, что ты супер положительная, супер искренняя, очень добрая, открытая, душевная девочка. Некоторые участники говорили о том, что у тебя были не очень искренние отношения, например, с той же Катей. Что там был с твоей стороны интерес, скажем так, что ты ее где-то как-то использовала? Я видела, как вы издали вопрос на предметке об этом, и мне стало так обидно, я прям даже хотела написать, прям, как это, как это так, кто такое мог сказать? Мне до боли стало обидно за себя. Ну, типа, я настолько, настолько с открытой душей, но если я отношусь к кому-то хорошо, то я отношусь ну вот от всю себя, ну, типа, ну как, в смысле использовала? Это ты чем использовала? Чтобы она мне помогала, ну так, потом Катя ушла, опять же, это та же история, как и с вашей громлюком, но так Катя ушла, и я как-то же сама там дотелапала до финала, ну, в чем, в чем использовала? Ну, то есть, ты не согласна с этим? Ну, нет, конечно, мне настолько обидно реально было. Я не ехала сюда и не пришла сюда ради того, чтобы найти себе любовь, либо дружбу, но я считаю, если вселенная послала меня такого человека, как Яну, которая захотела, чтобы я для нее открылась, а она для меня, которая захотела, чтобы я была дружкой у нее на свадьбе, это произошло вообще за несколько дней, наше решение, тогда я открыта для таких людей, и я не хочу ее терять. Ну, я настолько к ней вообще в этом относилась. Заходилась ли в прессе врать? Врать? Угу. Подбирать, недоговаривать. Кому? съемочной группе, участникам, на блицах. Ну, то есть, мы же прекрасно понимаем, да, что на пути к успеху все методы хороши, и мы всегда, я уверен в том, что каждый человек старается быть немножко лучше, чем он есть на самом деле. Это, короче, не про меня, про молчать там, или... Вот ничего из этого не показали, но у меня было три жестких конфликта на проекте. Это был конфликт с Машей Худ, когда мы стояли, просто орали друг на друг, это было, ну, то есть обсуждение, кто пойдет в номинацию, это было во втором выпуске, этого не показали. она сказала, девочки, значит, мне все равно, вы типа, свету хотите слить? Давайте, типа, ты, Яна, и ты, Лена, на камень, ножницы, бумага, выберите, кто сейчас со мной пойдет в номинацию. И я говорю, это иди ты нахер. В предыдущем выпуске ребят просто, Ваня Таран ушел, хотя он умный вообще мужик, хороший повар, он ушел с первой же программы, потому что чувак вот так решил в русскую рулетку сыграть. Я говорю, зачем мне это надо вообще? И вот это я его посылаю нахер, она вскакивает, начинает мне угрожать, что она мне сейчас там морду разобьет. Я встаю, говорю, ну, давай. Был у нас конфликт между Машей и Яной на одной из номинаций, там, если честно дело, чуть до драки не дошло, я уже там подрывалась с кровати, готовилась их разнимать. Ну, у нас как-то более, я же говорю, кому-то что-то не нравится, стараемся высказать все в открытую, не копить это в себе, чтобы не было таких казусов разных. У нас с Травшаном был конфликт. Когда он там начинал меня учить, как правильно запаривать кускус или еще какие-то такие моменты, меня это задевает, потому что он ко мне относится просто как... К ребенку. Но мне оказалось, да, как к ребенку, которого он там учит на кухне. И мы перестали там прям как-то близко сильно общаться. С Юрой у меня был, вообще-то, ну, смех смехом, на ровном месте, но мы прям сидели и уже орали, вот так вот, вот мы прям через стол друг на друга кричали. Этого тоже не показывает. Ну, то есть, когда я показываю свой характер какой-то и отстаиваю свою точку зрения, вот этого там не показали, например. Ну, это, может, людям не надо, как там кто-то с кем-то ссорится. Ну, у меня есть какой-то определенный образ. То есть, все равно есть определенная какая-то канва, правильно? Редакторская, режиссерская. Ну, ну, это же проект, это же... А представь тебе, если бы показали все три конфликта, о которых ты говоришь, ты представляешь, как бы они повлияли на твой образ? Так, а как бы они повлияли? У меня все равно, если, ну, как, ну, у меня образ такой, хе-хе-хе. У тебя образ достаточно положительный и светлый. Он чуть-чуть придурковатый. Вот придурковатый. Терестюр. Правильно. Почему? Потому что ты давала смешные комментарии. Ну, в этом я сама виновата, в том, что у меня образ придурковатости. Я даже не говорю, что меня как-то так показывают. Кто тебе, никто же за тебя не говорил. конечно. Этот образ, это даже не в том, что я как-то играла на камеру. Вот у меня с детства такая защитная реакция какая-то. Когда я попадаю в какой-то коллектив большой и много людей и тут еще и камеры и все. И я вот, у меня включается образ такой весельчачки и он у меня включается и мне проще так жить. Я... Так а что плохого? На самом деле, ты же понимаешь, ну, вот у тебя прекрасное чувство юмора. Ты человек, который может над собой посмеяться. Это так важно и это так редко. Ну, не всегда, как мы узнали. И вот такого она меня просто держит за свитер. Я думаю, блин, ну, у меня же времени немало на эту собаку. Я не знаю, что ты можешь указать. Господи. У тебя нет билета, у тебя нет контракта. Я не знаю, вот просто копчиком почувствовала, что сейчас беда будет мне. боже, я понимаю, что я сделала, и начинаю проседать, я хватаюсь за голову. Блин, ты какая стыдоба. Ян, ты так и хотела? Нет, он хороший, я не хотела. Он хороший? Да, я не хотела. Потому что он тебе нравится. Я замуж для женщины почти вышел. Могла лежить его маленьких рапшанчиков, за что я в него дуже, дуже выбачаюсь. А как вы пережили вот эти два месяца расставания с мужем? Я настолько ему благодарна, что он на это пошел вообще. Потому что, ну, мне его мнение очень важно было. И изначально, когда я его спросила, я еще не отправила анкету, я всегда с ним советуюсь, я говорю, ты не против, если я там отправлю там проект кулинарный? Он говорит, ты делай, что хочешь. Он как бы очень скептически к этому отношу, ну, потому что, что там, там, тысячи анкет. Какой процент, что там, типа, меня могут взять? Но не потому, что он в меня не верил, а потому, что у него скептическое отношение к телевидению. Когда я уже вернулась к кастингам, сказала, что мое блюдо полностью скушали, и оно зашло, и понравилось. Что ты привезла? Есть десерт такой, три молока. Ой, это один из моих самых любимых. И я из него сделала муссовый десерт и сделала четыре молока вместе с кокосовым. Ну, короче, я его прорабатывала, прежде чем поехать на кастинг. Шеф пробовал? Да. Все пробовали. Там все его ели и все его съели этот десерт полностью до конца. Как ты думаешь, тебя взяли в проект из-за удачного десерта или из-за того, что ты яркая личность? Я думаю, что там из всех тысяч людей кто тогда тоже приносил вкусные десерты. Ну, конечно, в любом случае надо, чтобы человек готовил вкусно. Вот. Но, понятное дело, просто я вообще не помню этого процесса кастинга. Я вот встала. Не в адеквате? В адеквате, но вот это из-за паники у меня вот так щелкает что-то в голове, рот открывается, и я не могу остановиться. Я все время что-то рассказываю, рассказываю, там, чуть ли плясать не начала перед ними. Но не потому, что мне сильно хотелось так, а потому, что я не могу по-другому, я не контролирую себя. Были конфликты с Шефом у тебя? Нет, конфликтов никогда. Ну как, он орал на меня, понятное дело, но это же не конфликт, это втык такой. Вот он, он внешне очень на папу на моего похож. Папа тоже у меня такой очень большой, плечастый, лысый, вот, бородатый, и вот как-то так. И я себя чувствовала, вот, вообще здесь папа, я себя тоже иногда так чувствовала, когда он мне там какой-то отцовский тык дает. И так как показывают, она начала думать по-другому, она начала мыслить, начала читать книжки, поэтому для меня Яна, это тоже открытие, это тот человек, который дошел до черных кителей и не сдается и пытается грипсти дальше. Планы на будущее? Я по-прежнему хочу открыть что-то свое очень сильно, не ресторан, для этого. Кафе, буланжерию, кондитерскую. Кондитерскую. Я очень хочу кондитерскую, да. И чтобы ко мне приходили, вот именно ко мне, зачем-то моим, зачем-то... Ты готова там работать руками? Да. Сто процентов. А как же мои любимые, самые вкусные? Ну вот на заказ мы и чебурека пожарите. Индивидуальный заказ? Ну смотри, я, поверь, как только откроется тая кондитерская, я буду одним из первых, кто по спецзаказу закажет чебурек. И ты повторишь, что вы такой, какой я ел... И чебурек, я буду вам тикоробить еще. Хорошо. Ну правда, мне не нравится, потому что меня вот это, меня фотографировали там на вот этой обложке, типа, я не знаю, как это все правильно называется, фотографии участников, которые там выложены на сайт. Меня там фоткали с этим чебуреком. Ну раз, типа, пофоткалась, похохотала, ладно. А потом уже как-то это переросло, эти чьяно-чебурек там или еще что-то. Ну ты стала заложницей этого образа. и мне это настолько... Ну я не могу сказать, что мне это прям не нравится, я всегда это воспринимала с юмором. Яна, нужно с юмором и нужно это доигрывать, дожимать. Сейчас переубеждать людей в том, что ты совершенно другого. Я же не хочу никого переубеждать. У меня там, ну и правда, это же личное мнение людей, которое сложилось и что я должна кого-то переубеждать? Не нужно, не нужно. Я верю в то, что ты действительно настоящая. Я хочу, чтобы у тебя все так сложилось, как ты об этом мечтаешь. Спасибо. Спасибо.